МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не словом, а делом. Мэр города встретился с молодыми специалистами. Все их пожелания выполняются. Чем живет будущее города? Жидкая алчность. В Могилевской области изъято 20 тонн спирта. Проводится проверка, в рамках которой будет дана правовая оценка. У кого обнаружили товар? Извилистая трасса в Бобруйске прошли областные соревнования по картингу. Состав команды, три возрастные категории. Какие возможности открываются детям? А также развитие сельхозпредприятия, увеличение доходов и зимний режим. Коммунальные службы Беларуси полностью готовы к похолоданию и снегопадам. Как будут бороться с непогодой? Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Елизавета Липеева. Александр Лукашенко встретился с генеральным секретарем ОДКБ. Уже в этот четверг пройдет заседание совета. Президент отметил, подготовка должна быть на высшем уровне. На сессии Генсек представит доклад об итогах работы организации. Также в планах обсудить актуальные проблемы в областях международной и региональной безопасности. Определиться с дальнейшими задачами и принять ряд важных документов. Что касается организации, вы понимаете, что мы переживаем непростой период в постсоветском пространстве. И прежде всего этот период характеризуется некоторыми конфликтными ситуациями на этом же постсоветском пространстве. И в том числе в зоне ответственности договора коллективной безопасности. Я всегда подчеркивал то, что хорошо, что в этот момент на юге Центральной Азии мы нашли развязки некоторого конфликта между Таджикистаном и Кыргызстаном. Закончилось противостояние в Армении и Азербайджанам. Надо думать о будущем, как устраивать там жизнь двух государств. Понятно, что и там, и там проблемы накапливались не один год, не два, не три, не пять. Это давние болевые точки. Но наметился позитив в этом отношении. После Александр Лукашенко принял несколько значимых кадровых решений. Он назначил новых послов в Китай, Зимбамбе, ЮАР, Сербию, Индонезию. Страны чрезвычайно важные и хотят сотрудничать с Белоруссией. Поэтому работы будет достаточно, подчеркнул глава государства. Новоиспеченных представителей в первую очередь будут оценивать по развитию торгово-экономических отношений. Нелегальный оборот. В Мстиславском районе изъято 20 тонн спирта. Водитель перевозил по поддельным документам жидкость в канистрах. Объем каждой – 10 литров. Владелец пояснил, товар приобрел для личного пользования. Однако позже выяснилось, груз предназначался для продажи на территории республики. Спиртосодержащая жидкость изъята. В настоящее время проводится проверка, в рамках которой будет дана правовая оценка действиям перевозчика не только за допущенное им нарушение порядка оборота непищевой спиртосодержащей продукции, а также за использование поддельных документов. Грузовик задержан. Морозный минус – проверка знаний и шаг вперед. Свыше 60 сельхозпредприятий республики работают на основе искусственного интеллекта. В чем плюсы? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси выросли реальные денежные доходы. В общем объеме больше всего выделяется на оплату труда – почти 65%. Четверть приходится на такие выплаты, как пенсии, пособия, стипендии. По расчетам Минэкономики, в следующем году зарплата в различных отраслях будет свыше 2000 рублей. Свыше 60 сельхозпредприятий республики работают на основе искусственного интеллекта. Такой подход позволяет повысить рентабельность и улучшить экономические показатели. Несмотря на роботизацию, в сфере продолжают трудиться 246 тысяч человек. В отрасли больше преобладают мужчины – свыше 61%. Средний возраст рабочего – 43 года. Коммунальные службы Беларуси полностью готовы к похолоданию и снегопадам. Техника отремонтирована и скоро приступит к работе. В одной столице снег на дорогах будут чистить 700 машин. Тротуары также не останутся без внимания. Для комфорта пешеходов уже заготовили песчано-соляную смесь. Репетиция централизованного экзамена пройдет 27 января. В планах задействуют 144 пункта. В тестировании примут участие свыше 58 тысяч выпускников учреждений общего среднего образования. Результаты огласят спустя три недели после проведения. Во вторник синоптики обещают похолодание. Столбик термометра ночью будет колебаться от минус 5 до минус 11. На юго-западе страны прогнозируется мокрый снег. Также на отдельных участках дорог гололедится. Ветер северо-восточный слабый. Днем температура будет варьироваться от нуля до минус 6. Потенциал будущего. Мэр города встретился с молодыми специалистами Таима. Для тех, кто только начинает свой карьерный путь, диалог с Игорем Киселем – возможность получить ответы на важные темы, узнать о перспективах и услышать ценные советы. Участники встречи обсудили жилищные вопросы, гарантии и компенсации молодым специалистам, льготы, социально-правовую, экономическую защищенность. Очередной раз посмотрели, как ребята работают, рассказали о своих пожеланиях, требованиях. Видно, как руководство относится к ребятам и действительно все их пожелания, они выполняются. Мой муж тоже работник Таима, и мы сказали, что нам нужно жилье, так как молодая семья, я не бобруйчанка. И они нам предложили семейное общежитие. И как бы выделили все, мы уже переехали, все хорошо. В этом году в Бобруйске полтысячи молодых специалистов, и внимание уделяется каждому. Администрация создает все условия как для плодотворной работы, так и комфортного проживания в городе на Березине. Отрывная точка. На площадке Бобруйской арены стартовали областные соревнования по картингу. Лучшие картингисты трех городов – Бобруйска, Могилева и Осиповичи – приехали сразиться на гоночной трассе с препятствиями. Все подробности у наших корреспондентов. Только вперед! Город принимает областные соревнования по картингу. Ни летная погода, ни помеха. На площадке у Бобруйской арены 36 любителей драйва. Возрастная категория – от 8 до 17. Состав команды – три возрастные категории. Первая возрастная категория – это 8-11. Вторая возрастная категория – 12-14. И старшая возрастная категория – 14-17. Главная задача – проехать быстро и аккуратно. Движение нужно выполнить с ювелирной точностью. За касание фишки – штрафные баллы. Бобруйск предоставляют 12 юных гонщиков в личном зачете и 6 картингистов в командном. Это моя машина. Я ее сам собирал полностью. В тренировках мы учимся собирать и разбирать машину. Смотрим внутренность двигателя. Если что-то сломалось, то мы сами ремонтируем. Тренер подсказывает. Помогает, как правильно мы должны это сделать. Картинг – эдакий мини-болид. Компактные шумные машины со сложной конструкцией. Основные элементы, как у легковушки – четыре колеса, руль, педали и двигатель. Обучиться вождению можно в Бобруйске. Нам город выделил площадочку, где мы можем тренироваться. Здесь это практическая часть. Теоретическая часть у нас проходит на советское 90-е. У нас кабинет там выделен. Все, как говорится, ремонтируем, все изучаем. В рамках недели технического творчества в Центре доп. образования детей и молодежи проходит день открытых дверей с посещением лабораторий и учебных кабинетов, знакомством с перспективными направлениями. Приглашенный гость, представитель национального детского технопарка, рассказала ребятам о возможностях дальнейшего обучения в Минске. Самое перспективное направление у нас – информационные и компьютерные технологии, информационная безопасность, биотехнологии, зеленая химия. Такие мероприятия способствуют нашим учащимся поступать в технические вузы и тем самым продолжать развиваться в этом направлении. Нано- и лазерные технологии, робототехника, 3D-моделирование и многое другое. В отделе технического творчества профессионалы своего дела открывают двери в увлекательный мир знаний. На социалистическое 90 ждут всех, кто желает стать частью объединений по интересам. Юлия Вернер, Елизавета Житкова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. В Бобруйске прошли рождественские чтения. На повестке вопрос о взаимоотношениях между церковью и государством. Форум традиционно объединил руководителей, преподавателей, учащихся, общественность и священнослужителей. За труды на Ниве духовно-нравственного воспитания награждены 5 педагогов. Определены также победители регионального этапа международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира». Три секции в этом году у нас заявлены церковь и общество, церковь и армия, церковь и молодежь. Более 400 человек присутствуют на данном мероприятии. Молодежь есть как из общеобразовательной школы, военные классы, МЧС, так и из воинских частей. Традиция проводить чтения зародилась в начале 90-х. Впервые они прошли в Москве. После этого образовательные встречи стали повсеместным явлением. К инициативе подключились все регионы Беларуси. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok